Шесть лет назад Наталья Жиркевич-Подлеских передала в дар музею-заповеднику родина Ленина семейный архив, оставленный её дедом, юристом, писателем, коллекционером Александром Жиркевичем. В Симбирске он прожил 10 лет с 1915 года. На основе этих документов в музее Симбирско-Чувашская школа, квартира Яковлева, создана постоянная экспозиция, посвященная семье Жиркевич. Однако в неё вошёл не весь семейный архив. На новой выставке многие документы представлены впервые. А на этой выставке мы впервые можем увидеть документы, связанные с семьёй. Это такие, например, интересные документы, например, дневник матери Екатерины Константиновны Жиркевич, где она оставляла записи о рождении, о событиях, связанных с её детьми. Здесь можно увидеть тоже очень интересный документ-письмо. Благословение матери для своей дочери. Это также текст, в котором ей самой написан текст Псалома 83-го и в конце приписка уже от себя. Она составила такое письмо, чувствуя приближение своей смерти. Впервые на выставке из семейного архива Жиркевича можно увидеть рисунки детей. Особенно интересны работы старшего сына Сергея, очень талантливого морского офицера, который прожил всего 22 года и скоропостижно скончался в Кронштадте. Также впервые можно увидеть дневники дочерей Жиркевича, альбомы, где можно встретить автографы известных симбирских художников, таких как Архангельский и Пузыревский. Внимание посетители привлекут документы, связанные с передачей Жиркевичем коллекции художественных ценностей, создававшейся на протяжении всей жизни в губернский исполнительный комитет города. Сейчас она хранится в фонду Кулиановского областного художественного музея. И только когда возникла жесткая необходимость ехать в Вильму, когда необходимы были хоть какие-то деньги, он за минимальную сумму, которой хватало только на проезд от Симбирска до Вильмы, он продает эту коллекцию и страдает от этого. Александр Владимирович оказался свидетелем страшных событий революции гражданской войны, которые происходили в Симбирской губернии. Эти события он подробно описал в дневнике. Документальное свидетельство Жиркевича является бесценным даром для потомков. Хранительницей дневника стала младшая дочь Жиркевича Тамара. Впоследствии она начала заниматься его расшифровкой. Продолжила ее дело дочь, внучка Жиркевича Наталья Жиркевич-Подлеских. Когда читаешь день за днем, это страшный дневник. А он писал, ведь когда чернила замерзали, руки обвязывают лепьем, потому что они не могли пальцы шевелиться. И не на чем было писать на каких-то обрывках, бумагах, квитанциях. Еле-еле. Очень трудно было разбираться эти записи. Но они остались, они сохранились, они опубликованы. И сегодня это живые свидетельства вот той истории, в которой мы не имеем права забываться. Страницы дневника Жиркевича сотрудники музея продемонстрировали в видеосюжете. И вот эти вот дневники, они легли в основу всех наших видеосюжетов, всех фильмов, которые мы снимаем в этом году. Дело в том, что музей-заповедник выиграл грант Фонд Истории Отечества по созданию историко-просветительского онлайн-проекта «Человек в пучине гражданской войны. Взгляд через столетия. Память, осмысление, примирение». Презентация первого фильма «Симбирский дневник Жиркевича. Обращение в будущее» состоялась сразу после открытия выставки. Все, кто принимал участие в создании видеосюжетов, были отмечены благодарственными письмами музея-заповедника «Родина Ленина». В том числе Государственный архив новейшей истории Ульяновской области, который предоставил архивные документы периода гражданской войны. «История, заключенная в документах, это то, что вам придется их жить сквозь себя, понять, прочитать и почувствовать дух времени. И вот с этим духом времени уже двигаться, смотреть действительно подлинные артефакты. Это важно, нужно и весьма для вас, для всех полезно». Онлайн-проект «Человек в пучине гражданской войны. Взгляд через столетия. Память, осмысление, примирение» посвящен событиям гражданской войны и донесению исторической правды о ней через судьбы известных симбирян. Он предусматривает показ четырех фильмов. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ